15 апреля отмечается Международный день цирка. Этот праздник посвящается всем, кто создает сказку на цирковой арене, заставляет поверить в магию, без устали смеяться над клоунами и замирать от невероятного зрелища. Цирк! Здесь ярко сияют огни, звучит музыка. Артисты в красивых сверкающих костюмах проявляют чудеса ловкости и смелости. Затаив дыхание, следят за представлением дети и взрослые. На арене будто не действуют привычные законы, нет силы притяжения, слон грациозно танцует, медведь умело ездит на велосипеде, а грозный лев – царь зверей. Как котенок ласкается к дрессировщику. Главный в цирке, конечно же, клоун. Он должен улыбаться, смешить зрителей, даже если ему самому в этот момент хочется плакать. Но мы даже не догадываемся об этом. Первым советским клоуном был Михаил Румянцев. Мы его знаем под псевдонимом «Карандаш». Всеми любимый Юрий Никулин, любимец публики «Солнечный клоун» Олег Попов, Леонид Егинбаров в образе грустного шута и поэта, Юрий Куклачев – клоун, который работает с кошками. Поэтесса Светлана Войтюк посвятила клоунам свое стихотворение. Где ночует клоун? Я в цирк хожу три дня подряд. Беру билет на первый ряд. Я цирком очарован. Здесь каждый день смешит меня веселый рыжий клоун. Решил дождаться я его после спектакля в холле. Запомнил я его лицо. Веснушки, щеки, брови. Пойдет из цирка он домой, поговорит чуть-чуть со мной. А я похвастаюсь потом, что лично с клоуном знаком. Стою тихонько у дверей и вглядываюсь в лица. Прошли гимнасты и жонглер, и укротитель львицы. Спешат артисты по домам, как все, после работы. И только клоун не ушел из цирка от чего-то. Клоуны всегда поднимают настроение. Поэтому давайте сделаем своего маленького весельчака, который будет радовать вас и ваших детей. Для изготовления веселого клоуна вам понадобится цветная бумага, бумажный стаканчик, разноцветная пушистая проволока, бумажная втулка, клей, карандаш, ножницы, декоративные глазки, помпоны или бусины. Бумажную втулку оклеиваем полоской бумаги телесного цвета. Намечаем линии разреза на втулке, отступая от верхнего среза 40 мм. По намеченным линиям делаем надрезы симметрично с двух сторон. Отрезаем лишнее по закругленным линиям. Задняя часть будет чуть длиннее лицевой. Это будет голова. Из красной бумаги вырезаем рот. И с помощью фигурных дыроколов вырезаем щечки. На голову наклеиваем глаза с помощью двустороннего скотча, пушистый нос, рот, щеки в виде сердечек или цветков. Оранжевую пушистую проволоку разрезаем пополам. Получается 6 маленьких отрезков. Полученные отрезки скручиваем между собой посередине и получаем крестики. Каждый конец крестика скручиваем спиралью с помощью карандаша. Полученные кудряшки расправляем, как на фото. На голову приклеиваем полученные кудряшки с помощью двустороннего скотча или клея. Две синие пушистые проволоки скручиваем между собой, образуя одну длинную. Из этого длинного отрезка пушистой проволоки будем делать шапочку. Обратите внимание, диаметр шапочки должен равняться диаметру втулки. Шапочка клоуна может быть любой формы, в виде берета или колпака. Для изготовления рук нам понадобится проволока розового и синего цвета, скрученные между собой. Концы проволоки закругляем, это будут ладошки. С помощью двустороннего скотча или клея, прикрепляем руки к стаканчику. А сейчас мы будем мастерить башмачки. Они могут быть однотонные или разноцветные. Обратите внимание, что при изготовлении башмачков, необходимо оставить небольшой конец проволоки и загнуть его, как крючок. В нижней части стаканчика, на донышке, делаем небольшие надрезы, в которые вставляем крючки башмачков и закрепляем с помощью клея, как на фото. Переворачиваем стаканчик и ставим на ножки. Из яркой бумаги вырезаем галстук бабочку и наклеиваем на шею, прикрывая нижний срез. Надеваем голову на стакан. Для этого были сделаны прорези. Украшаем костюм клоуна разноцветными помпонами или бусинами. Веселого клоуна можно использовать как подставку для карандашей и ручек или наполнить сладостями. Пусть он стоит у ребенка на столе и поднимает настроение. Вы можете побольше узнать о волшебном мире цирка, прочитав и другие произведения вместе с детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова